С каждым годом фестиваль джазовые сезоны в Горках становится все более масштабным и собирает множество любителей этой музыки на гостеприимной поляне музея-заповедника. Очень важно, что музыкальный праздник, который мы делаем в Горках Ленинских, он был для всех, не только для поклонников музыки, но и тех, кто первый раз приезжает сюда, во-первых, в это прекрасное, красивое место. Перед торжественным открытием почетные гости прошлись по территории фестиваля, осмотрели площадки и прониклись в той домашней атмосферы, которая сопровождала мероприятие. В непростое время, когда все ограничены в передвижениях, в мыслях, в эмоциях, как раз и джаз, то, что нам открывает мир совершенно другими красками, да, ну и атмосфера, которая здесь с каждым годом, она, в общем, просто превращается из старинного музея, очень важного для нашей страны, вот места, где вот эта вот свобода. Семь лет назад фестиваль носил характер локального джазового концерта на открытом воздухе. Сейчас он обрел статус одного из знаковых событий в сфере культуры Московской области. Эти два дня всегда проходят весело, как-то непринужденно, очень дружелюбно, и дай бог вам насладиться этой музыкой, хорошей погодой и остаться под впечатлением и ждать следующего года, потому что следующий год – это юбилейный год Столя Джаза. Спасибо вам огромное. Для Ленинского округа проводить мероприятия столь высокого уровня – большая ответственность, но также это возможность познакомить гостей муниципалитета с традициями нашего края. Я думаю, что в эти выходные мы примем несколько тысяч гостей, гостей со всех уголков страны, не побоюсь этого слова, но и мы можем все вместе насладиться десятками коллективов со всей страны, и не только. Зрители расположились на поляне перед сценой. Одни на стульях, другие на пледах и надувных матрасах. Возможно, именно объединяющая всех любовь к джазу помогла разогнать облака, вопреки всем прогнозам погоды. В контексте того, что мы были долгое время в изоляции, это потрясающая возможность побыть на open-air пространстве вместе с окружающими людьми, получить удовольствие от общения и от музыки. И очень всегда эмоциональный отклик большой от этой музыки, потому что люди играют, они выкладываются на все тысячу процентов. Ты не можешь не чувствовать этого, и ты вовлекаешься в этот процесс, и тебя настолько это все захлестывает, поэтому это совершенно чудесное место. Житель нашего округа художник Ашот Тативасян считает, что джаз особенно близок людям искусства. Джаз – это именно суть импровизации, суть творчества, суть свободы в творчестве. И я в живописи тоже стараюсь быть как-то в джазе. Помимо выступлений музыкантов, организаторы подготовили для посетителей большую развлекательную программу. В течение двух дней гости джазовых сезонов могли поучаствовать в мастер-классах, посоревноваться в конкурсах и отдохнуть на фудкорте. Мы в основном готовим блюда на углях. Это у нас мангал, шашлыки, плов в казанах. Мастер-класс мы проводим акриловыми красками под руководством профессионального художника-наставника, поэтому шедевр получится у каждого. Впервые на сцене фестиваля выступил Сергей Вопосадский, муниципальный оркестр под управлением Игоря Контюкова. Также свои композиции исполнили ансамбли, ставшие постоянными участниками опен-эйра. Иван Акатов со своим коллективом ценит джазовые сезоны за особую атмосферу и публику, с которой музыканты находятся на одной волне. Тут такая своеобразная усадьба старинная. Чувствуется дух каких-то там времен ушедших. Не знаю. При этом как-то все очень расслаблено. Второй фестивальный день стал не менее зажигательным. Американцы из Рузвельт Кольер Бэнд зарядили слушателей энергии юго-восточного побережья. Солист и основатель группы – мастер игры на педал-стил-гитар. Его творчество выбрало в себя элементы блюза, госпела и даже рока. Сюрпризом для зрителей стало импровизационное шоу в исполнении Рузвельта Кольера и Игоря Бутмана. Первую поездку в Россию команда из США точно запомнит. Не забудут ее и зрители. В паузе между выступлениями подвели итоги конкурсов от партнеров. Победителями одного из них стали три подруги. Для того, чтобы забрать с собой новенькую укулеле, им потребовалось лишь сделать оригинальное фото. Ну мы просто решили… У нас было время до начала концерта. Мы решили принять участие и сделали фотки. И вот у нас есть укулеле. От души повеселились вообще просто классно. Ярким окончанием концерта стало традиционное выступление Игоря Бутмана с московским джазовым оркестром. Солировали известная австралийско-американская певица Фонтина и финалист шоу «Голос» Олег Акуратов. Тысячи гостей фестиваля смогли услышать настоящих мастеров своего дела и насладиться любимым жанром музыки – джазом. Дмитрий Книга, Александр Столярова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.